Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа! Это какое-то эхо. Я постараюсь, чтобы эхо не было. Буквально пару секунд, и оно уйдет. Окей, эхо ушло. Но из наших голов, из моей в частности, дамы и господа, не уходит, естественно, все то, что происходит в Украине. Я уверен, что каждый из нас об этом думает неоднократно. Я встаю по утрам, обычно этого не делал. Первое, что чем я занимаюсь, я лезу то ли в смартфон, то ли в iPad, то ли на втором у меня этаже компьютер, смотрю новости, читаю новости. Тем не менее, дамы и господа, у нас в ноябре предстоят выборы. И забывать о том, что об этих выборах мы не можем. Тем более, что наша цель, когда я говорю «наша цель», я имею цель республиканской партии, я республиканец, ну, отыграть хотя бы одну палату Конгресса, палату представителей. Это более чем возможно. И если нам все сложится так, как мы хотим, то мы сможем и отыграть также Сенат. И во время избирательных кампаний, естественно, внимание, внимание избирателей сосредоточено. Если говорить о том, что происходит конкретно на нашей стороне, то номер один – это экономика. Сегодня мы поговорим об инфляции, которая может повлиять на результаты выборов. На результаты выборов в нашу пользу. Причем я сразу же хочу предупредить, только не подумайте, что поскольку я желаю победы республиканской партии, я хочу, чтобы инфляция по-прежнему била все рекорды. И я ни в коем случае этого не хочу, потому что и у меня растут цены на бензин. Недавно я три дня назад заправился с Хэмс Клаб, вы знаете, такой уж Хэмс Клаб, там бензинчик чуть-чуть дешевле. И 4 доллара 19 центов. Но я живу в Северной Каролине уже 12 лет, но никогда таких цен на бензин. Какой 12 лет? 14 лет. Никогда ничего подобного не было. Инфляция на дворе. Инфляция может повлиять на результаты выборов. Я обращусь сначала к истории, прежде чем буду говорить о том, что происходит у нас в стороне. И я не буду глубоко копать в историю, потому что если глубоко копать, то в разговоре об инфляции можно докопаться аж до войны за независимость. Потому что тогда было 13 штатов. Ну, они как бы были с одной стороны едины, это были Соединенные Штаты Америки. С другой стороны, каждый штат жил так, как ему заблагорассудится. Инфляция была заоблачная. Я не буду опускаться так велико в нашей истории. Я обращусь сначала к президенту Никсону. Никсон выиграл выборы, я напомню, 1968 год. В январе он входил в Белый дом. И вот, войдя в Белый дом, он сказал своим экономическим советникам, помощникам, что он хочет с ними встретиться и поговорить. Было назначено свидание. В назначенный день и час Ричард Никсон предстал перед экономическими консультантами. И я процитирую то, что он сказал. Это достаточно интересно. Ричард Никсон сказал, господа, я не специалист в экономике. И поэтому не намерен вам давать какие были советы. Но у меня есть задание для вас. Никакой инфляции. Вот произнеся все это, несколько слов. Никсон поблагодарил пришедших за внимание к нему. Сказал до свидания и пошел заниматься другими делами. Мы бы с вами, конечно, естественно, никогда не узнали, что сказал Никсон. Но председатель совета экономических консультантов у Никсона. И он был председателем экономического совета консультантов у Джеральда Форда. Герберт Стайн, он написал интереснейшую книгу. Книга называется так. Президентская экономика. Президентская экономика. И вот в этой книжке он поведал о том, как он и его коллеги готовились к встрече с Никсоном. Обсуждали все возможные вопросы. Искали ответ на любой вопрос, который может задать Ричард Никсон. Думали, встреча продлится какое-то время. И они были совершенно поражены, когда встреча продолжалась одну минуту. Совершенно естественно, почему Никсон им дал такое задание. Никакой экономики. Ричард Никсон, он юрист по образованию. Юрист. И когда он был конгрессменом, когда он был сенатором, и когда он был вице-президентом, он был вице-президентом у Дуайта Эйзенхаура, вопросы экономики его не очень интересовали, как политик. Но Никсон, став президентом, он достаточно хорошо знал историю своей страны. И он знал, что после всех войн резко повышается инфляция. Так было после Первой мировой войны. Так было после Второй мировой войны. И так было после Корейской войны, когда Никсон вошел в Белый дом. Шла Вьетнамская война. Причем на пути на пост президентом избирательной кампании. Ричард Никсон обещал покончить с войной. И он это обещание выполнил. Но он знал, что после войны может быть высокая инфляция. А высокая инфляция наверняка повлияет на его политическую карьеру. Потому что ему предстоят выборы в 1972 году. Так вот, он дал вот такое задание. Причем в первый год его президентства, 1969 год, инфляция была 5,6%. Во второй 5,9%. Это достаточно высокая инфляция. Если инфляция выше 2,5-3%, это уже высоко. Так вот, в 1971 году, это третий год его президентства. Первого срока. Никсон решился на то, на что, ну, трудно было предположить, что мог решиться президент капиталистической страны. Он предложил вести правительственный контроль над ценами и зарплатами. Правительственный контроль над ценами и зарплатами. Сделать это своей властью Никсон не мог. Ему нужна была поддержка Конгресса. И вот, находившийся под контролем демократов Конгресс, согласился с президентом-республиканцем. И на короткое время в стране был установлен контроль над ценами и зарплатами. С тех пор это, к счастью, никогда не повторялось. Это правило действовало один год. И в 1972 году, в год выборов, инфляция была небольшой. И Никсон, но он не просто победил. Он смел своего соперника, демократа Джорджа МакГоверна. Он выиграл 49 штатов из 50. 49 из 50. Никсон проиграл только один штат. Этот штат мы с вами называем так. Народная республика Массачусетс. Это 1972 год. А вот на следующий год случилось глобальное несчастье. Ну, мы знаем, в 1973 году вспыхнула война судного дня. И арабские страны, в том числе и нефтяные княжества, королевства, они наложили эмбарго на страны, которые поддерживали Израиль. В том числе и на Соединенные Штаты. И цена на баррель повысилась с 3 долларов, это у нас 1972 год, до 12 долларов, это 1973 год. Ну, сейчас как бы это все выглядит улыбка, да? 12 долларов. Но по нынешним деньгам 12 долларов, это около 70 долларов за баррель. Тоже достаточно высоко. И вот эта эмбарго ударила по экономике. И цены резко возросли. В первую очередь цены на бензин. Ну, а цены на бензин, рост цен на бензин, ведет за собой рост цен на очень многое другое. Мы сегодня с вами это прекрасно видим, мы сегодня с вами это понимаем. Значит, расхлебывать вот эту инфляцию пришлось уже не Ричарду Никсону, а Джеральду Форду. Мы с вами знаем, в августе 1974 года Никсон был вынужден уйти в отставку из-за Утергейского скандала. И его место занял вице-президент Джеральд Форд, он стал президентом. И вот это был август 1974 года. 8 октября 1974 года, даты, дамы и господа, я сверяю. 8 октября 1974 года Форд предстал перед объединенной сессией Конгресса, то есть перед конгрессменами и перед сенаторами. Он предстал с обращением, как бороться с инфляцией. К пиджаку Форда был прикреплен такой большой-большой красный значок, такая красная бляха. И на этой красной бляхе были три буквы W-I-N. W-I-N. Что это означало? Это был расшифровывают. WIP Inflation Now. WIP Inflation Now. То есть вычеркни, выпори инфляцию сейчас. Значит, выпорить инфляцию Форду не удалось. Инфляция была высокая, причем в 1976 году она поднялась до 9%. А в 1976 году Джеральду Форду предстояли выборы. И с такой инфляцией победить президенту очень и очень сложно. И в 1976 году он был разбит с Джимми Картером. Ну, Форд проиграл не только из-за того, что инфляция была высокая. Он много чего натворил. В частности, в телевизионных дебатах с Картером ему был задан конкретный вопрос. Оказывает ли Советский Союз давление на Польшу и влияет ли это давление на жизнь поляков? Ну, вы живете в Чикаго. Многие из вас живут в Чикаго или Нойсе. Вы знаете, сколько громадное число избирателей поляков. Ну, и Форд сказал, что доминенция, власть Советского Союза, давление не имеет никакого значения. Так что он потерпел поражение по многим причинам. Ну, в том числе и инфляция не помогла. И вот в Белый дом вошел Джимми Картер. И при Джимми Картере состояние экономики... Ну, сегодня все сравнивают состояние нашей сегодняшней экономики с состоянием экономики Джимми Картера. Пока не так. Но уже достаточно близко. Но я приведу три цифры. Опять-таки, цифры я не полагаюсь на память, дамы и господа. Я выписываю. Итак, в 1980 году, это у нас год выборов, 1980. Уровень безработицы 7,8%. Инфляция 11,8%. Банковский процент, трудно поверить, 17,61%. Кстати, в то самое время. Мне нужна была машина, ну, для бизнеса. И я пошел в банк, взял лоун. Ну, сейчас в это трудно поверить. Но, чтобы купить машину, я взял лоун по 21%. Вот такая инфляция была чудовищная. Ну, и когда дело дошло до выборов 1980 года, Рональд Рейган, кандидат республиканской партии, легко расправился с Картером. Опять-таки, дело не только в ужасном экономическом положении, но мы помним историю с заложниками, с то, что произошло в Иране. И в Иране, таким образом, на Картера свалилась не только инфляция. Но вот интересный факт. Во время дебатов с Картером, это, по-моему, были третьи или вторые дебаты, я точно не помню, Рейган обратился к аудитории, то есть к миллионам телезрителей. Он им сказал, он у них спросил. Я цитирую Роня. «Чувствуете ли вы себя лучше сегодня, чем четыре года назад?» Ну, о том, как чувствовали себя избиратели, стал известен на избирательных участках. Рейган легко расправился с Картером. Теперь Рейган приступает к работе. Январь 1981 года. Состояние экономики плачевное. На что решается Роня для того, чтобы улучшить экономику? Он предлагает массированное снижение налогов. Массированное, массовое снижение налогов. И в августе 1981 года, то есть в первый год Рейгана, Конгресс одобряет этот законопроект. Опять-таки, если мы сравним Конгресс 1981 года с тем, что происходит сейчас, если бы это было сейчас, ну, у Рейгана не было бы никаких шансов. Потому что палата представителей находилась под контролем демократической партии. Сенат был республиканским, а палата представителей была демократической. И сегодня совершенно невозможно представить, чтобы демократы в палате представителей поддержали что-то, что предлагает президент республиканец. В 1981 году ситуация была другая. Был принят закон. Закон назывался так. Налоговый закон для восстановления экономики. Это август 1981 года. Итак, налоговый закон был принят. Массовое снижение по всем пунктам, во всех, так сказать, областях налоги были снижены. Но мы с вами знаем, ломать не строить. Правильно? Ломать легко, строить сложно. Поэтому нельзя было ожидать, что закон о снижении налогов, снижение налогов, причем закон входил в силу только в 1982 году, не в 1981, что это сразу же даст какие-то результаты. И вот в 1982 году, в начале 1982 года, началась сильная инфляция, то есть экономика практически не улучшалась современного Картера. В некоторых параметрах она даже становилась хуже. И как раз либералы, они были, естественно, против Рейгана, они изобрели такой термин рейганомика. Рейганомика. Дескать, рейганомика – это нечто ужасное, что ведет в страну к экономической пропасти. Рейганомика. Но вот, со временем принятия закона, закон был принят налоговый в августе 1981 года. В сентябре 1982 года начался экономический подъем. И это был исторический экономический подъем, потому что экономика росла из месяца в месяц до 1989 года. Причем в 1984 году рост экономики составил гигантский 7,2%. 7,2%. Естественно, Рейган в 1984 году разгромил кандидата демократической партии Мандеила. Он выиграл 49 штатов из 50. Он проиграл только один штат, штат Миннесота. Мандеил был из штата Миннесота. И вот что интересно со словом рейганомика. Как только экономика стала выправляться, из словаря демократов термин рейганомика исчез. Но зато республиканцы использовали этот термин с большим удовольствием. Рейганомика выросла. Итак, рейган вступил в Белый дом при инфляции 11,8%. В 89 году, в январе 89 года, когда он передал бразды правления Джорджу Бушу, Бушу папе, инфляция составляла 3,7%. Тоже не очень, не минимальная, но все-таки сравним 11,8 и 3,7%. Это у нас 89 год. С тех пор, сколько прошло с тех пор, дамы и господа, ну, полтора поколения. И до недавнего времени мы с вами, слово инфляция, по-моему, в нашем словаре такого слова даже как бы, оно как-то перестало существовать. И перестало существовать еще одно слово, слово стагнация, то есть застой, stagnation, стагнация в экономике. Мы тоже как-то об этом слове, ну, стали забывать. И вот теперь, теперь, мы вспомнили об инфляции. Правда, мы с вами знаем, за минувшие годы с экономикой случалось всякое. Ну, мы все помним то, что произошло в 2007-2008 годах. Прекрасно помним. Естественно, мы с вами помним, как повлияла китайская зараза на нашу экономику. Да, капиталистическая экономика, она циклична. Падения, взлеты, взлеты, падения, взлеты, падения. Тем не менее, экономика, в общем, была нормальной, если не считать, действительно, несколько страшных, но нехороших для экономики лет. И вот сегодня, в эти дни, при мистере Байдене, мы снова заговорили об инфляции. Цены у нас сегодня растут на все, что только могут расти. Ну, потому что, когда цены растут на энергоносители, растут на нефть и газ, на бензин, то, соответственно, они несут, цены растут на все остальное. Дороже пропитание, дороже отопление, все дороже. И сразу же возникает вопрос, а кто в этом виноват? Ну, кто в этом виноват в том, что у нас, так сказать, инфляции растут цены? И вот демократическая партия, ее лидеры, в том числе, Пациент Байден, я его давно перестал называть президентом, он у нас Пациент Байден, ну, пока что Белый дом еще мы не называем старческим домом, но, скажем так, Пациент Байден, и все эти его, вся эта его межпухолевая, они утверждают, утверждают, что в том, что растут цены на бензин и в том, что инфляция, это, конечно, виноват президент России Владимир Путин. Вот он вошел в Украину, цены растут, путинская инфляция, путинские цены на бензин. Дамы и господа, это абсолютная ложь. Ну, это совершенная ложь. Цены на бензин стали расти задолго до того, как началась российская агрессия в Украине. Цены на инфляцию стали расти тоже до этого. Я не полагаюсь на память. Я решил обратиться, прошу прощения, к первоисточникам. Я зашел на сайт журнала Fortune. Вы знаете, это экономический финансовый магазин. И вот, что я обнаружил. Интересно. У них есть различный сайт. Есть сайт Fortune Daily. Дневной сайт этого журнала. Вот, что я прочитал 10 ноября прошлого года. Я подчеркиваю, 10 ноября прошлого года. Цены подскочили на 6,2% в октябре по сравнению с годом ранее. Рост цен на продукты питания, бензин и жилье привел к тому, что американцы столкнулись с самым высоким уровнем инфляции с 1990 года. Это у нас произошло в октябре прошлого года. Никакой агрессии России в Украине пока что даже не пахло. Теперь русская армия вторглась в Украину в четверг 24 февраля. недавно через две недели 3 мая 3 марта тоже в четверг Байден выступал на пресс-конференции. Он заявил Путин несет ответственность за Россен. Ну и кто только не повторял это вслед за дедушкой Джо Байденом. Мы с вами дамы и господа уже привыкли за годы за годы за сколько за полтора года байденовского правления мы привыкли что он ни в чем не виноват абсолютно ни в чем не виноват вот например массовое вторжение нелегалов через мексикана американскую границу ну естественно виноват Трамп потому что при Трампе не был принят иммиграционный закон. Мы бежали из Афганистана позорно бежали но кто виноват ну конечно Трамп виноват Трамп ну и потом еще кита-афганцы виноваты теперь кто виноват в коронавирусе в распространении ну естественно виновата китайская зараза в том что были закрыты предприятия были закрыты школы все ну это тоже виноват это в основном это все происходило там где правят демократы не-не-не-не это китайцы виноваты потом помните Байден поднимался по трапу по трапу в самолет свой случайно споткнулся ну почему он споткнулся ну не потому что он пациент это ветер виноват ветер значит все что происходит в чем-то кто-то кто-то виноват при этом я недавно получил журнал ну я еженедельный журнал я получаю The Washington Examiner Washington Examiner это консервативный журнал у них была интересная передовая статья и в этой передовой статье было нам напоминали читателям напоминали одно из заявлений Байдена сказанное Байденом когда он был кандидатом кандидатом президента он сказал я цитирую дядю Джо я буду делать свою работу и брать ответственность на себя я не буду винить никого другого ну дамы и господа он не будет винить никого другого но мы помним дамы и господа в первый же день в Белом доме 20 января 21 года правильно Байден Байден подписал там с полдюжины или даже две дюжины президентских указов и один указ был мы все это прекрасно знаем запрещение строительства нефтепровода от Канады к берегу Мексиканского залива так это значит что Путин что ли виноват в том что Байден подписал этот указ теперь дамы и господа есть интереснейшее заявление заявление да есть такая дама госпожа Селинда Лейк Селинда Лейк это ученая дама социолог она занимается проведением опросов общественного мнения специально для Байдена и его окружения ну мы знаем что есть опросы которые проводят газеты всякие институты телевидение это открытые опросы мы знаем об их результатах а есть опросы которые проводятся по заданию тех или других политиков и по заданию Байдена вот эта дама проводит Селинда Лейк опросы по заданию Байдена и вот что она сказала это просто изумительно что она сказала в интервью Публично она сказала, я цитирую эту ученую даму. Хорошая новость заключается в том, что теперь у нас есть совершенно конкретная причина роста цен на газ и есть конкретный злодей. Раньше было непонятно, что происходит, почему растут цены на газ, но теперь есть у нас злодей. Окей, у них есть злодей, Владимир Владимирович Путин, именно из-за фюрера России растут цены на бензин. Дамы и господа, вот я когда слушаю все или читаю, я так про себя думаю и иногда произношу вслух. Они что, нас всех за идиотов считают? Они что, не знают, из-за чего растут цены на бензин? Окей, значит, опросы общественного мнения, тех, что публикуется длина с вами для всех, они показывают, что американцы хорошо разбираются, почему растут цены на бензин. И я приведу вам результаты опроса, который был проведен по заданию газеты Wall Street Journal со 2 по 7 марта, то есть уже шла война. Результаты опроса были опубликованы 16 марта совсем недавно. Ну, во-первых, все, конечно, результаты показывают, что американцы прекрасно знают, почему растут цены на бензин. Там есть несколько интервью, и одно интервью корреспонденты газеты взяли у 62-летнего чернокожего пенсионера, он из Лос-Анджелеса, зовут его Роджер Стивенс. Он, видимо, ушел на раннюю пенсию, он работал авиационным механиком, ему 62 года. Вот что сказал этот замечательный человек. Я цитирую. Дядя Джо, то есть Байден, дядя Джо посадил нас на диету. Я любил стейк один-два раза в месяц. Теперь я не могу позволить себе и одного стейка в месяц. Виноват дядя Джо. Не дядя Путин виноват, а дядя Джо. И вот еще что интересно, дамы и господа. Ну, демократы прекрасно видят опросы общественного мнения и как американцы оценивают работу Байдена. И, естественно, демократов это волнует. И вот недавно в газете New York Times, это, по-моему, 7-6 дней назад, я не помню точное число, была опубликована большая статья, в которой прямо говорилось даже в заголовке, что Байден для улучшения экономики должен взять пример с Рональда Рейгана. Но я стал читать эту статью, читаю, читаю, дочитал до конца. Ну и нигде в этой статье не упомянуто, что Рональд Рейган снизил налоги по всему фронту, полностью снизил уровень налогообложения снизил. То есть они советуют Байдену взять пример с Рональда Рейгана, но не указывают Байдену, что главное, с чего он в первую очередь должен был взять пример с Рейгана. Они о снижении налогов ничего не пишут. И еще один факт. В 1981 году, когда сенаты, палаты представителей голосовали по закону о снижении налогов, сенатор Байден одобрил снижение налогов. Он голосовал за снижение налогов. Это 1981 год. Сегодня, 41 год спустя, мы с вами можем не сомневаться. Ну, вопроса о снижении налогов просто-напросто нет. Более того, Байден и его межпуха, они критикуют Дональда Трампа, потому что Дональд Трамп при Трампе в 2017 году были снижены налоги. И у меня заключение моего диалога, дамы и господа. Обычно люди с возрастом, с возрастом, они мудреют. В 1981 году молодой Байден голосовал за снижение налогов. Но за минувшие с тех пор 40 лет Байден, в отличие от очень многих пожилых и старых людей, он не поумнел, а он поглупел. Поэтому мы можем с вами не сомневаться. Снижения налогов не будет, инфляция продлится, и цены на бензин будут расти. На этом я заканчиваю монолог. Дамы и господа, я прошу прощения, что он затянулся. Будет небольшой перерыв на рекламу. Я вернусь к вам после рекламы. Не покидайте волну нашего радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова